Здравствуйте, меня зовут Рубен Попиан. Сегодняшняя программа посвящена продолжению эволюции человека, то есть современного человека. В прошлой программе я остановился на том, что же делать дальше с этой расой, человеческой расой. А гососонский модуль жадности, так называется вот этот экономический модуль, который мы используем, это был, являлся большим движением, большим стимулом для развития, для эволюции человека. Благодаря течениям амплиерским, потом масонским и так далее, мы имеем на сегодняшний день мир таким, каким мы его имеем. Где в 20 веке, мы все знаем, началась просто технологическая вот такая агония, в хорошем смысле этого слова, эволюция, которая продолжается до сегодняшнего дня. 20 век был невероятным веком. За всю историю своего существования наша раса не достигла даже части, маленькой части, того эволюционного роста или успеха, который мы имели в 20 веке. Ведь практически все, что у нас сегодня есть, является результатом 20 века. Интересно, как это возможно? Были периоды, ренессанс, темные столетия эволюции, были какие-то открытия в течение прошедших 2000, минимум 2000 лет, если не говорить еще дальше. И вдруг, в течение последних 100 лет, невероятный подъем, невероятный взлет. Я имею в виду технический взлет и подъем. Вот просто сдуру. Как это возможно? Ни с того, ни с сего. По логике, если сознание это тот инструмент, я не могу сказать орган, потому что сознание это не орган, тот инструмент, который развивается, то он должен развиваться как-то плавно, равномерно. Шаг за шагом. А оно, оказывается, нет. Внутри, ни с того, ни с сего. Начало 20 века и огромнейший взлет. Хотя он начался в середине уже 19 века. Но это потому, что пришло время дать человечеству новые силы. Я не говорю новые знания, новые силы. Причем силы немаленькие. И посмотреть, как человек начнет оперировать этими силами. Конструктивно, деструктивно. Испугается ли сам? Или воспримет это как возможность доминировать над другим человеком? И прародители дали такие знания. Ну, для этого совершенно нет никакой необходимости приходить к человеку, к ученому и объяснять все ему. Все это можно сделать в спящем состоянии. Как вы знаете, уже 30% в среднем нашего жизненного времени мы спим. Очень возможно, что чудеса происходят именно в это время. И очень возможно. Все это работает, как обычно, радио, телевидение или интернет. Если подключиться в этом процессе к человеческой голове, то можно и данные внести. И человек будет казаться, что это его собственные воспоминания. Или сознание. Или, как он любит называть, эврика. Вот такие вот эврики появлялись в 20 веке. В очень больших количествах. Эврика за эврикой. И у нас есть скорость света. У нас есть сегодня интернет, нанотехнологии и так далее, и так далее, и так далее. И что от этого? Скажите, пожалуйста, человечество стало лучше, моральней, деликатней, интересней, умнее. Вот можем ли мы дать определение подобной личности только от того, что у него сегодня в руках телефон? Или какая-то электронная штучка, которая имеет возможность коммуникации с другими такими же себе подобными? Что от этого? Тот, который купил и владеет, то, что стал умнее, только потому что узнал, как надо нажимать на 10 дополнительных кнопок? Нет. К огромному сожалению, сознание человека, оно модифицировалось, но не эвалюировало. И вот начало 21 века привело к тому, что вопрос, что дальше сделать, стал крайне актуален. Хочу затронуть вот такую вот тему, которая была, являлась интересом человечества в течение последних, ну, десятилетий. А это календарь Май. Я лично не сторонник того, что мы правильно рассматриваем календарь, и одного календаря достаточно, чтобы делать прогнозы, что будет Землей. Ну, оставим на секунду календарь. Календарь. 2012 год, как кульминационный год апокалипсиса, был известен еще тысячи лет назад. Почему именно вот это время? Совершенно неважно, 2012-13. Почему этот период, 21 век, то есть конец 20-го? Ну, наверное, это как железнодорожная станция. Поезд прибыл. Теперь надо посмотреть, кого он привез, и кого повезет дальше, и повезет ли вообще. Потому что, ну, в течение последних, скажем так, 100 лет, посмотрите на количество войн хотя бы, которые произошли на этой планете. Причем это войны, не маленькие. Как ни крути, верти. Они все были основаны на эгоцентризме. Как ни крути, верти. То есть сущность, вот это мой костер, вот это мое мясо, вот это моя жена, и все вокруг враги, она так и осталась. Видоизменились размеры, методы видоизменились. Но сознание человека не видоизменилось, к огромному сожалению. Оно просто приобрело формы, разные новые формы, формы доминации и уничтожения. Да, мы будем говорить о гуманности, которая появилась. Что сейчас не опасно жить. Ну, хотя бы как 500 лет назад. Что твой ребенок защищен. Правильно. Чтобы являться частью механизма. Чтобы родиться для того, чтобы работать всю свою жизнь. Чтобы не умереть с голоду, холоду и так далее. То есть он является, мы это называем, членом социального общества. Можно ли этого человека, который, скажем так, рождается, чтобы быть членом социального общества. Независимо от того, хочет он того или нет. И что подразумевается под этим, быть членом социального общества. Здесь отдает элементам какого-то такого массового рабства. Где ощущение свободы зависит от размеров клетки и ее же позолоченности. Вот такое у нас сегодня общество. То есть само понятие «жизнь» не ценится вообще. Да ни копейки оно не стоит. Поэтому мы кушаем то, что мы кушаем. Мы пьем лекарства, те, которые мы пьем, думая, что все наше спасение в лекарствах. Да, очень много спасенных людей вокруг. Все это привело к тому, что в 2012 году должно было совершиться то, что должно было совершиться. То есть конец. Я не хочу под словом «конец» подразумевать, вот как обычно подразумевает, конец всего. Но конец чего-то. И вы знаете, этот конец наступил в своеобразной форме. О том, почему он произошел именно так, как он произошел, я расскажу в своей следующей передаче. Продолжение следует...